В то время некий юноша Юноша говорит ему «Проходи и следуй за Мною». Услышав слово сия, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали «Так кто же может спастись? А Иисус воззрев сказал им «Человекам это невозможно, Богу же все возможно». Вопрос, который звучит в сегодняшнем евангельском чтении, вопрос всех времен. Что сделать для того, чтобы наследовать жизнь вечную? Для каждого верующего смысл жизни – это благодатное единство с Богом. Никто не может победить в себе смерть и грех, стать причастником Божественного естества и Храмом Духа Святого своими собственными силами. Святитель Феофан Затворник предупреждает, пока человек хоть сколько-нибудь надеется на свои силы, до тех пор Господь не вмешивается в его жизнь. Мы можем спастись вовсе не потому, что мы такие хорошие. Мы спасаемся только потому, что Сам Господь нас спасает. История о богатом юноше – это история о печали человека, который в деле спасения надеялся только на свои силы и при этом побоялся положиться на Бога. Замечательен тот факт, что на вопрос богатого юноши, как ему достичь царства Божьего, Господь отвечает просто – соблюди заповеди. Этим Господь показывает, что вечная жизнь – это пребывание с Богом, и потому спасение человека начинается с исполнения его предписаний. При этом мы должны понимать, что заповеди Божьи – это не некие ограничения человеческой жизни. Заповеди – это не просто запреты того, чего человеку, может быть, хочется больше всего. Заповеди, по слову одного подвижника, – это те столбы, на которых утвержден мост, ведущий человека к Богу. Священномученик Киприан Карфагенский так и говорит – заповеди – это подпоры веры, пособия к получению спасения. Заповеди – это указатели на пути духовной жизни. Приступая к заповеди, человек совершает грех, а грех – это уже шаг к духовной смерти. Но в то же время одно исполнение заповедей не дает человеку спасения. Все мы, естественно, обязаны исполнять заповеди, ведь никто не может отменить то, что заповедано самим Богом. Но спасение дает нам только Христос, Его смерть и воскресение. И потому, надеясь унаследовать вечную жизнь, мы должны всецело полагаться только на Него. Исполнение заповедей – это не предел праведности. Христос говорит о более важном – «Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за Мною». Следовательно, есть нечто более важное, чем просто исполнение законов Божьих – это любовь. Святые отцы так и говорят – любящий уже исполнил закон, потому что закон зиждется на двух основах – любви к Богу и любви к ближнему. Однако наша жизнь показывает, что нам проще исполнить те или иные предписания закона, чем просто полюбить Бога через наших ближних. Любить ближних, отдавая им то, что дорого для нас самих. Вот это и есть истинная любовь, когда я отдаю другому то, что необходимо мне самому. Именно поэтому любовь – это очень сложный добродетель. Трудно тому, кто любит материальные ценности более, чем ценности духовные. Унаследовать царство, в котором духовные ценности превыше всего. Путь на небо – узкий путь, и врата, ведущие в жизнь, тесны. По этой причине Господь и говорит – трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам – удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Некоторые полагают, что речь здесь идет о воротах в Иерусалиме, которые называются игольные ушки, за их тесноту. Верблюд не может пройти через них, пока не будет разгружен. Так богатый человек не может взойти на небо, пока не пожелает расстаться с грузом земных богатств и склониться перед предписаниями веры. Другие считают, что неслучайно слово верблюд на греческом языке совпадает со словом канат. Богатый человек по сравнению с бедным – толстый канат по сравнению с тонкой ниткой. И он не пройдет сквозь игольные ушка, пока его не расщепить на отдельные нити. Так богатый человек должен освобождаться от своих богатств, чтобы нить за нитью проходить сквозь игольные ушка. Таким образом, единственное, зачем нужно раздать все, чтобы это все не мешало следовать за Христом, чтобы не путалось под ногами. Как же узнать, является ли человек господином своего богатства или его рабом? Очень часто единственным критерием, позволяющим составить представление о системе нравственных ценностей богатого человека, остается его способность и готовность к милосердию. Если состоятельный человек не видит необходимости пожертвовать бедным, если добро и милосердие не находят места в его сердце, то можно говорить о том, что богатство погубило такого человека, что душа его порабощена мамонне и далека от заботы о спасении. Господь видит, что находится в сердце каждого человека, что для него наиболее ценно. Для юноши таким богатством было его материальное положение, отказаться от которого он не смог. Юноша порывается Христом из-за того, что Христос может разлучить его с его богатым имением. Таким образом, многие, даже и не желая оставить Христа, все же оставляют его, потому что предпочитают отказаться от Бога, нежели от своего благополучия или успеха. Читая сегодняшнее Евангелие, мы должны сделать для себя соответствующий вывод. Богатство юноши не помешало ему услышать зов Христа, но сделало его неспособным ответить на него. Следовательно, трудно спастись именно тому богачу, для которого материальное богатство становится целью и смыслом жизни. Любое богатство – это дар Божий, и, как говорят святые отцы, нам принадлежит только то, что мы отдали другим, только это станет нашим богатством в вечности. А значит, мы должны помнить, чтобы мы не оставили ради Господа из нашего богатства ума, сердца и тела, ничто не может пропасть. Чтобы мы не оставили ради Христа, несомненно, за все это воздастся нам щедростью Богом и в этом мире, и в мире будущем.